Возвращаемся на матч Asus Polar против Power Ranger. Пока что очень неплохая игра от Полярных. И в общем-то в первой своей встрече в этом составе они довольно уверенно одержали победу. Можно говорить о том, что очень сильный был переворот. Ну и по факту это был решающий переворот с первого врыва Лила с Блинка. Но на самом деле даже до него достаточно грамотная игра была от Asus. И я думаю, что все равно бы они свое задефили. Возможно даже с отданной стороной смогли бы победить. Потому что вот этот сплит, вот эта мобильность, против нее играть с Ченом, играть с Shadow Shaman, с Троллем, такими немобильными довольно-таки героями тяжеловато. Ты бегаешь в пятером, соперник фармит всю карту по одному. И в итоге пока ты собираешься в пуш, по одной стороне тебе уже запушили две. И шансов выиграть очень мало, если ты не заработал преимущество. Перейдем ко второй игре. У нас Тролль и СФ в бане первыми банами от Asus и Висп Снайпер от PR. Забирают начальную парочку суппортов в Вингу Operation. Ну вот так вот FNG решил, возьму суппортов, а там посмотрим, что из этого получится, что из этого можно сделать. Кор герой ни одного пока что не показывает. В свою очередь PR забирают Аксайд Азлу. Учитывая то, что у Asus Polar сейчас ферст пик, у них в своей голове одна мысль, это мобильность. Нужно взять те суппорты, которые могут пойти триплой в хард, триплой в легкую. Если что, смогут бегать, гангать. Ну и вдобавок, чтобы вносили много ДПС. Вот Винга Аппарат, это два, наверное, самых таких лейтовых парня, которые в лейте дико бафают свою команду через Аура и Чилинг Тач. А PR забирает в ответ не менее опасную связку, это Акс и Даззл, где один врывается и второго Даззл прикрывает. Но сразу хочется сказать, что Аппарат уже контрит Даззла, потому что вот эта ульта, не дай бог он соберет Аганим, контрит полностью за хил Даззла. И параллельно, благодаря Чилинг Тачу, Акс, тот армор, который он на себя вешает, плюс 40, он будет рассыпаться за раз, потому что Чилинг Тач это магия, и пока Асуса слегка лидирует первыми пиками. Я бы даже больше скажу, что Чилинг Тач это скорее баф для начала игры, потому что дает именно директ значение, потом он уже не так полезен. Ну, во всяком случае, потом гораздо полезнее уже становится ультимейт, в начале же он просто дико полезен. Ну и вот сегодня мы же, по-моему, видели, я вот пытаюсь вспомнить, Рубик Винга была, то есть Винга Аппаратшн или Рубик Аппаратшн? Рубик Аппаратшн был. Рубик Аппаратшн, но в принципе похожая связка, то есть здесь тоже один герой цепляет, другой помогает наваливать с руки, и все это работает очень неплохо. И забираю также еще и Спирит Брейкера. Будет у нас экшен от Асусов в начале игры. Ну, пока посмотрим. Вот, ПР и Достан ответили Шейкером, потому что любой урыв от Спирит Брейкера будет контриться Фиссурой, и потом можно накрыть либо Аксом, либо Станчиком Лины, вот похожие. Ну и вот теперь у Асусов вроде есть все, чем начинать, это Братрум и два героя поддержки, которые будут ДПСить, и сейчас у Асусов выбор. Я так чувствую, в очередной раз будут делать шаг в сторону мобильности, потому что у ПРов пока... Хотя, слушай, нет, у ПРов то есть все нормально, у них и Акс, который цепляет, и Шейкер, который цепляет, и Лина, которая наяривает. То есть сейчас Асусам нужно вот такие герои, что-то а-ля СФ, которые будут просто становиться сильнее в замесе, поскольку Лидгейм у них уже доминирует. Сырово, сырово. На Дражевской братьей, да. То есть я вот вообще сейчас ставлю, что какого-то СФ будут брать, но нет, кстати. Решили сделать выбор не в пользу СФ, а Зевса, и получается Глобалстрота. То есть Братрум бежит на любого героя на карте, туда залетает ульта аппарата, Зевс продолжает. Достойно. Что еще сказать? Еще какую-нибудь спектру бы взять, и вот тогда можно убивать. Забанили Сларка ПР. Глобальная острота получится такая со спектрой. Да, забанили Сларка ПР. Понимая, что у их суппортов нет эскейпов, и Сларк их может бесконечно нарезать, то лучше бы его убрать. А для Сус Полар сейчас осталось убрать какого-то жирного керри. Учитывая то, что Лина уже идет в мид, а Акс идет в хард либо с Даззлом, либо, ну, либо без него, то нужно перейтите банить какого-нибудь ренджа вот шутки шутками амор здесь смотрится опять шикарно потому что у вас у спалар проблался спалар проблемы с мобильностью у них только одна винга имеет стандартный братром такой вот тоже средненький станчик интересно на ком умеет еще играть дитяра таких героев может даже сларко тролля забанили все печали не я говорю из таких жестких то есть тут может хорошо зайти тот же но на фантомке он бегал на самом деле ну фантомка фантомка тоже можно зайти на общину на что-то ренджовая потому что сейчас не дай бог пиры иду возьму какого-то милишника придет винга придет аппарат и они этот лайн уничтожат то есть сейчас нужно в первую очередь защититься от выпада который пиры шикарным образом сделают морф пред не всех вы самый достойный посмотрим заберут его или нет вообще да вы смартфон здесь будет так же тяжело как и в первой игре было тяжело пр а еще бы конечно антимаг так улыбается значит немножко но его естественно counter пикнут в конце поэтому не вариант она естественно нужен керри которого нельзя counter пикнуть я очень подумал как допустим смотри ты пикаешь антимага и противник может быть фантом ассасинку то есть ты выходишь за место и получится так что иллюзии антимага фантомку не пробивают и дуэль у антимага в этой доли есть только спешит который нафиг не нужен мановой который не пробивает миссы и иллюзии да вот монобрейк а потом как я просто дает крит на 400 процентов за этим еще и атак спит который бафается при прыжке поэтому сейчас у первых тяжелая ситуация нужна мобильность может стать из-за эти какая-то луна но слушая не удивили я чувствую я чувствую антимага против оперейшена герои то здесь и да зал контриться и рейс кинг его аура контриться очень жестко и здесь его очень хорошо пробивает замесе потому что в рейс кинге редко делают blacking bar у asus пола сейчас все карты на руках ну как альтернатива антимагу под глобальную строту может зайти спектра с диффузом например тоже тоже вариант но тут главное не перенаглеть хотя может зайти шикарно потому что два милишника пэры вообще вряд ли придут hard даже если придут такими героями то их там по ума спектра вырежет поскольку спектра она будет чуть-чуть посильнее шейкера то чем это да очень тяжело будет передавить вот самая слабая трипла под чилинг-тачем становится очень грозный и здесь тяжеловато тем более действительно два милишника и дазл это не самая лучшая агрессия короче все карты на руки лидану вот прям все ну я думаю что как бы не зевса ими аппарейшина но спектра но так и ожидалось до массовый глобал просто эта стратегия очень известная аппарейшн зевса спектра там ее из пабликов когда вот этот вот был бум сикером который развешивал на зевсов свои сплы и кастовал зевс очень больно здесь в общем-то изначально мне кажется планировали просто еще раз так подумали а точно может быть все таки антимага или что-нибудь еще ну ладно давайте спектру ну и если здесь игра зайдет в лейв шансов я вообще честно говоря их вообще нет по моему если asus polar затем флайда при том что начало у них не такой же славы получается вот такой вот какой-то опять пера загоняют себя в тайминговое окно которые они должны пробить в начале пробить нельзя в конце без шансов вот где-то нужно пробить в середине вот тут получается короче самое неприятное то что шейкеру по моему себя здесь будет очень тяжело реализовать поскольку все герои ренджи они будут сплитать там ульта зевса ульта спектры и попробует и хоть во что-то ульта не да это тяжелая тяжелая жизнь с таким пиком чешир идет на аксе в легкую линию джейфо на шейкере роджер на линии ноуфир на дазли и рейс кинг в исполнении дитяра все это идет все-таки в харду а у асусов fng на венжи фул спирит год медовый зевс седой spirit breaker лил на аппарате и или да на кире спектре ну посмотрим как три плупы стоят дело в том что идя в такую три плуты можешь соперника задавить и возможно это даже правильно вот попытаться спектру поддавить но если на хард линии ты допускаешь пару ошибок тебя забирают пару героев то тебе приходится перетягиваться на легкую ты уже позади соперника а тебе нужно еще его догнать обогнать и где-то задавить это тяжкая задача сейчас будет но посмотрим все таки может что и получится здесь пока что аккуратненько стоят в позициях не палятся чтобы не было видно но вот она вард асусов теперь понимаю что враги играют в агрессивную треплу прячутся в лесу ой сейчас будет больно такое ощущение что они услышали это отрезает джеймс по моему не услышал он долго висит здесь без вариантов ну и в итоге до зевс уходит если бы они сделали еще два шага вперед это было бы конец ибо там всех положили и в итоге три плавка где была бы обречена с самого начала такое ощущение что поняли внезапно что да а вдруг они прячутся в лесу а вдруг все так плохо на верхней линии акс против спирит брейкера ну здесь аксу должно быть нормально в принципе стоять несмотря на что они были лишника это вопрос чисто башей веришь то что седой сейчас начнет да не я просто верю в то что вот тот кто начнет это выиграть эту линию обычно так и происходит вообще до спирит брейкер может под забрать но все-таки вот так сможет вот так вот через крипов идти вращаться харасить это против милишников очень неплохо работает на практике ну и пока что да пока что забрали себе триплу в хард здесь есть отвод тем временем не забанили ни один спаун вот только сейчас банится спаун а фнг даже не думает отводить на 2 потому что здесь линию нужно качать здесь нужно качать линию чтобы спектр оформила чтобы все не было хорошо на миде год чуть опережает роджера у нас тем временем немножко ну роджер купил стики знал что стоит против зевса однако зевс своим регеном со своей баунти руны изначально и забрал себе быстрый ботал и сейчас начнет этот ботал спамить обузить контролит руны которые ему тяжело здесь не дать контролить учитывая что он видит саппортов во вражеской трипле он может спокойно каждый раз забирать верхнюю руну ничего с этим не сделать в то время как линия поопаснее потому что спирит брейкер и он добежит очень быстро до этой верхней руны посмотрим нет год решил хотя нет ничего он не решил пока что пока просто спами просто смолить ну и вот видимо пошел на топ да уже видно как он хочет эту руну надо забирать нельзя давать линия руна но нет я заберет и будет больно заберет но она не перетянется на топ вдруг разбежится спирит брейкер и эти дамы и заберут там сверху без особых проблем этого запускать тоже нельзя зевсу отдают в итоге хосту ну и посмотрим все таки основной экшен у нас должен происходить снизу как ни крути пошел станчик вингу спик на идет танковать такой разминочный вот снизу вообще должен происходить и сексом пока мы видим то что трипла powerangers она слегка опережает асусов что они что вторые держит крипов но никто не хочет нападать то есть понятно что бурст у вас высокий но если они зайдут крипов вот которые рядом с которыми стоит powerangers то получится так что до звука стоит свой хил там на 4 или на 5 целей с каждой цели входит демодж и спектра может в секунду погибнуть поэтому асусы ждут пулов вот уже разблочили пол и теперь можно линию качать туда-обратно то что делает обычно защищающиеся трипла в данном случае асус polar ну да и на самом деле в итоге от пэров не такое плохое решение было с этой вот триплой потому что действительно спектре здесь дают фармить поменьше стараются не агрессировать лишний раз асуса играют очень аккуратно но в общем то это вполне нормально для них смотрится зев свое получает спирит брейкер конечно линию аксу проигрывает но тоже получает много экспириенса и все-таки спирит брейкеру не нужно блин к себе выфармливать чтобы начинать врываться аксу нужно это опасно смотрит какие вращения перекрыли лила лил поставился подходит дазл начинают фокусить лил умирает стараются забрать джеймса но джеймс останавливается и есть шанс грейф от нофира и фнг идет до конца фнг сапог стихи но прилетает стан от дитяры и вот он дпс просто посмотри великолепно все разыграли здесь ну использовали пэры да мы так в них и не верили но все-таки зря оцени сколько дпс внес дазл этом в этом мини замесе 638 это суппорт ну это нормально вполне ситуация когда идут вот такие массовые драки все-таки его хил это очень жесткая тема когда много героев стоит вокруг много крипов до забирают двух суппортов спектра конечно живет но в общем то есть здесь главное фармить фарм у нее не так много и сейчас что самое главное получают небольшой буст саппорта команды pr то есть теперь им будет полегче полегче меняться дальше дазл на второй хилл себе возьмет чтобы вообще напрягать или возьмет возможно яд под замедление нет вообще без вариантов качать хилл по вариантам потому что маны будет не так много при этом ты хилл будешь ставить постоянно тот же харас и главное это просто чтобы кулдаун уменьшался потому что хилл на последнем левеле он творит нереальные вещи если сравнить его с первым там куда лучше секунд да это ну и дамаг естественно больше вот я не понимаю куда они пошли а теперь поинтереснее слушай они сделали перетягочку наверх наверх то есть посчитали что дело сделано с ней я понимаю что не посчитаю что дело сделано получается теперь такая двоякая ситуация ну с одной стороны free farming спектра и в глубоком найти спектра это вообще один из самых сильных лайтов это здорово но с другой стороны врыв на года танчик лина попадает ульту и года забирать да с другой стороны пластусов нет героя который способен фармить леса то есть они говорят спектра ты спокойно фарме но у нас будет акс добивать свой блин дагер в лесу и вот сейчас перы будут вырваться еще и делают фраг на зевсе саппорта тоже себя нашли можно перетягиваться на топ но хотя на топе спирит брекера вот тяжеловато взять все-таки контроля маловато нужно сбивать фиссуры и разгон а если он разгон этот не тратит эту фиссуру ты давать не можешь тоже ну короче такая дебильная ситуация немножечко но с ней ничего не сделать зато действительно правильно можно выходить на зевса и зев здесь уже затерпел разок ему нужно какие-то варды обязательно чтобы он видел спокойно стоял да слушай действительно вот эта стратегия она хорошо работает все это можно назвать стратегией ну я бы сказал тактическое решение расстановочка решили не жадничать они понимали то что братрум у нас уже скоро будет 6 лэвла и зевс будет 6 лэвла и вот стоять 3 в 3 на линии к там при поддержке будет и братрум и зевс это могут быть большие проблемы поэтому они решили засейвить этот глобал тем что просто возьмут сейв позицию для себя кстати хорошее умное решение но не менее умные решения демонстрируют асосы они понимают то что раз уж там пр будут выфармливать свой лес то мы даже не выфармливая будем его стакать и в один момент я правда даже не знаю кто наверное зевс придет и будет забирать с цешечки все просто можно не обязательно забирать одному герою можно прийти просто кучей навалиться быстро заформить весь этот лес получить бурст по экспириенсу золото и вполне нормальные саппортов подкачать и кэри подкачать соло мидеров ну кому нужно в общем ли лена на хосте нападает на или дано дает станчик дает проказ хоть и больно бьет ты посмотри как или да не хватает чуть-чуть не хватило ему здесь хитпоинтов operation давал до замедления но лина слишком быстрая лина хорошо вышла вниз вот так вот не ожидали и здесь увидеть вообще как-то у асосов с вардами все слишком вот они защитили зевса врыв на роджера на джеймса джеймса забирают спирит брейкер вот так же было бы снизу но сейчас сюда перетягивается акс и минус седой размен в пользу пау рейнджерс шейкера на спирит брейкера фнг забирает руну так вот защити лимит великолепно сверху вард здесь вард а или дано вообще ничего не видит делает тп ли на подвышку без инвиза без смоков и просто выходит его забирает ночью в итоге в спектре неплохо сбивают фарму нее 37 крипов у нее одна смерть в то время как у акса 63 крипа это вообще бешеный крепстат у рейс кинга 46 и также 49 у лины и 552 счет в пользу команды power rangers они 3000 с лишним ведут но пока да по графикам мы видим 3000 голды и 3000 xp ребята сильно вырываются вперед меня слушай может получиться вот в это окно ворваться как раз сейчас герои будут сильные у асусов ты ничего не будет и акс имеет blink сейчас опасность и дома нужно и по вообще не подходить вот спирт брейкеров такой ситуации тяжелее всего то есть в лес ты пойти пофармить не можешь на миде всегда может засейвить дазл с тп в принципе врываться тяжеловато все таки да и седой он пока делает правильно просто блочи скрипов чтобы они хотя бы хотя не он просто побежал на базу это интересно зачем с базы с базы удобнее разгоняться наверное удобнее разгоняться в мид да потому что если бежать по верху может стоять вард например вот здесь или вот здесь тебя будет видно а так ты занимаешь позицию откуда где-то здесь до врываешься на лину вот из-за этой елочки и тогда вот вот пошел все пошел погнал погнал бежит на алину ли на нету вардов но линия в ужасном положении она стоит да она стоит шикарно ли на но по моему она выйдет долина выходит подходит сюда год сюда и дает ульту потрясающий выход минус 3 тп и нас нужно отойти до слишком быстро тут забрали ничего не удалось сделать чешир бежит поджигает седого есть у него по ее до зла проблемы дазл есть грейв не дает грейв седой разгон надо зла дазл дает грейв седой бежать в другую сторону акс пробивает зевс как здесь седой сыграл здорово ну в итоге заставляет отступить но самое важное что действительно минус 3 тп лину забрали и вот этот выход он потрясающий на самом деле конечно если бежал сверху было бы все точно так же потому что вардов нету но побежал на базу взял смоки и смоки эти разбил шикарный выход или дан тем временем заформил себе в г понимает что здесь нужно пережить прокаст если прокаст переживает что чуть полегче становится поэтому пока что на хп собирается не жадничает ну я думаю что здесь правильно здесь есть ты пожадничаешь рискуешь игру очень быстро закончить год мы видим тоже собирается через хп шку взял себе point booster возможно это bloodstone возможно это не агоним даже скорее всего я бы сказал все-таки bloodstone как-то в компетите в доте попривычнее видеть первым артефактом и выход в смоках от power rangers вниз очень опасная комбинация героев вдвоем они забирают кого угодно и здесь важно сейчас асусом отдать пешку какой-то было бы очень неплохо но выход идет на года а год к сожалению это не пешка для asus они ошиблись смотри идут другое направление могут курицу курица пешкой по ум считается да но в принципе до курицы это минимальная потеря будет но нет вот приклад хотя живет но нет тут не без шансов без шансов слишком много всего в итоге года забирают да не ждал вот этого выхода vision опять же маловато vision односторонний вот что контролирует vision вардов команды asus polar при этом он совершенно не контролирует вот эти вот заходы вот эти проходы тяжко опарейшн взял себе пт-шку бристлбек взял себе пт-шку все берем пт-шки новая стратегия у нас появилась находит ли ну как больно или дан и отрезает за сплитель и станчик свапа нету и роджер просто уходит печальная история для команды asus polar минус ульта спектры акс в инвизи акс бежит в инвизи и он хочет кого-то найти по вардам видит венгу готов врываться в любой момент врыв тем временем идет у нас на дазла рейскинг дазла все-таки забирают отличный ульта от парейшна забирают рейскинга но рейскинг рессается акс делает дабл килл минус год минусов нг погоня за лилом или очень тяжело будет здесь отступить разгон от спирит брейкера перед брейкер врезается ультимейта нету акс продолжает крутиться спирит брейкер довольно таки больно бьет с руки но пробить больше нечем и по суппортить некому это спектры нет его сейчас на немцы что очень сильно не хватило но не хватило на рискинг 1400 урона акс 1500 урона на двоих они конечно раздавили великолепно проблемы у асусов проблемы начинают давить все правильно делают абсолютно здесь опять же затягивать это будет огромной ошибкой сейчас нужно давить и не останавливаться до самого трона пока не пока две стороны не упадет и и даже тогда стоит все равно дофить дальше действительно до самого трона потому что этот пик он слишком опасный слишком сильный asus и идут искать кого-то в аранжеском лесу есть шанс найти рейтинга asus и доджут агрессию снизу понимаю что этот но это тавр под ним драться неудобно и ой как робот свой шанс это не страшно то есть они забежали пусть даже никого не нашли но надо убегать от врага потому что у нас уже по графикам 5000 голды и 2000 xp первое лидирует и вот в этот момент можно просто пушить все-таки asus они не дураки понятно что с таким рискингом до который пакуется прямо вот все на замес в данном случае омлет драться никто не захочет поэтому пушат вверх год начинает играть осторожнее потому что вардов нету в своем лесу просто нет варда все вот 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 на вот на эту зону можно вообще не заходить за эту черту черта мне можно максимум приходить только секрет позиции стоять да только в секрет позиции стоять и выжидать и в итоге по моему разминчик это вот на мурисе кто не знает да это вот и не кстати секрет позиции она еще себя покажет онлайн простора здесь главное сейчас так видит повар дарит они идут перетяжку но это как-то странно потому что товара не за дефицит вряд ли успеют посмотрю он уже падает там люди бегут фортификация нет или да нет дев забирать товар и убегать ульт спектры разгон пошел на акса спектра живет очень сильно пробили детяра грейфа до зла но он под ультом опорейшена его добьют минусов нг седой врывается получают кучу урона ульт зевса падает акс очень больно рейскингу падает рейскинг его забирает спектра и асуса каким-то образом вот этим пиком и удряются наказать хотя казалось бы это полный бред джейфо последняя тычка в исполнении до в исполнении зевса минус 4 имея запак на замес имея очень хорошие шансы каким-то образом пр сейчас отдали все зевс унес огромное количество урона 2400 урона дату спектра даже особо не продамаживая честно говоря все равно не понимаю каким образом ну видимо в драку как-то по цепочке входили но скажем так вошел в рискинг туда следом вошел шейкер и остальные герои не успели потянуться чтобы зафокусить или спектру и вот этот диаз который был тысячи маны он раскасталась на полную и убил всех вот учитывая что тут такие герои по такс без бкб и манглезистов прейс кинг без ульта шейкер милищ но он тоже милищный герой и тут вообще жить нереально то есть прм нужно выяснить сейчас одну простую один простой момент то что зевс это и главный противник вот на ранней стадии ну и бафнули зевса неплохо сейчас да действительно он раскастовался его никто не бил гонялись то ли за спектрой но по-моему сразу рейскинг уже понял что ему ничего не светит ну что зевс дал ему верхнюю и откусил половину хп на или дано напали или дано убили ульта опарейшина влетает в ответочку но это это немного тем временем блэдмейл у нас запаковал себе чешир шейкер фисурка фнг пошел на горочку смертника разбегается спирит брейкер поднимают его воздух ну что-то по моему фит устроили здесь асуса седой ловит станчик и несмотря на его огромное количество хит-поинтов его забирает чешир минус 3 это вот начал помнишь показал нельзя заходить за то есть вот сверху они молодцы поставили варды видели как не подходит противник и они подготовились а вот тут ни одного варда нет в итоге подошел у нас илюша умер до след за ним подошел еще один герой умер и я считаю что вот сейчас надо просто играть по этим вардам вот один стоит второй стоит просто бегать вот тут и тусить до радианса спектры я бы сказал как тут еще такой момент что вот эта вот зона это как бы желтая линия до который можно перейти и тебя могут не убить но вот это вот вот это вот конкретно вот этот мостик это просто красная линия черная даже какая-нибудь который ты переходишь и ты мертв сразу просто их инстафраг да извини продолжаете перебил по поводу у радианса спектры да не то что до него стоит сидеть может что делать фнг забирают спирит брейкер по всем пробежал ульт неплохой лина очень битая на у нее аеге спирит брейкер ультит забирает дазла ульт опорешно влетает в рейс кинга он резнулся ну кажется здесь опять пошел фит нет врывается акс акса забирает зевс рейс кинг падает у лины нету ничего и лина сейчас умрет и и башет спирит брейкер минус 4 в исполнению asus polar как же зевс боже мой у него опять 14 зарядов в отстоне говори на дэмэдж о 4600 урон он растет в геометрической прогрессии по ходу да было две сколько 2 400 сейчас стало 4 600 я просто думаю 4 600 он получается считаю бил шейкера линну дазла и акса ну ты видел стоит аксер с рейс кингом акс половины хп бах и акс не крутится где акс акс поджарен зевсом нет ну здесь конечно зевс интересно вообще у него нет никаких артефактов на мобильность но ему дают делать все в драке хорошую позицию драться но дают вот этих героя то есть это шикарные врыва отсюда в результате чего появляется пространство это ультимейт спектры которые улетит чтобы просто показать где находится противник ну и фнг которые все время находятся на подселье то есть вот вроде бы до фнг у нас на же первыми да да он просто воровался зашел ну вот как лил в той игре да но замес он начал то есть замесу начал в результате мы видим то что asus и выиграли вот к успеху в этой игре на самом деле твинга который бегает у нее сапог да в принципе ты если дашь вот вторую и в кого-то стан то ты же в драке больше ничего не сделаешь смешная картина они не могут раз варте не знаешь что там варт стоять в итоге забирают так вот ты ты замеси и многого не сделаешь но если тебя пойдет убивать а вслед за этим рейс кинг и шейкер то они все станут в кучку и зерстно дамажит его по ним еще так пробегает спирит брейкер и всех барсин да и в итоге мы видим то что пока стратегия отдай пешку но убей короля осу спала работает замечательно все дикие смоки на или да на который бьет грибов но видим его случайно зацепил он продолжил фармить зевс меняет ультимейт пошел разгон на рейс кинга ультимейт 19 секунд выживет или нет я думаю лучше падать без ульта как же больно очень больно зевс даже не добежал просто не добежал он даже не дал ультимейт свой вот зевс нанес ноль урона драки но рискинга все равно стерли на самом деле спирит брейкер в такой ситуации неплох у него очень много хп у него очень неприятный урон особенно если вылетает баш и тут надо сказать тяжко тяжко с ним драться если зевс зафармить все быстрый аганим потом еще зафармить рефрешер он уже прыжок ну он уже тысячи монет от аганима чтобы вы понимали двадцать первая минута блатстоун и сакрад появляется у элидана ой-ой-ой нужно срочно бкб а я так понимаю только акс нацелился да у акса тысячи монет до бкб лина и делает аганим но ну допустим допустим ну или не проще она дала свой бурст и потом можно спокойно погибать ну разве что дать легкий буст спасевочки а аксу и рискингуем надо жить так как никогда поэтому сейчас на их месте вообще лучше не встречать врага на карте пусть даже это спектра пусть даже это зевс но я даже не я не вижу как можно выиграть эти драки если не убить за сапером еще хороший такой момент то что зевс это не просто зевс который дамажит люто а еще есть operation с макшином вортексом который увеличивает на 30 процентов это дичайший урон то есть этих 4000 50 нужно отнять 30 процентов да и добавить их копилку лил харди практически да да здесь так ну я не сомневаюсь что прям на все он успевал повесить свою эту воронку хотя не маленький кулданов ту толпу я думаю он успел закинуть там это кстати улучшенная версия вот в свое время virtus а как они сами говорили обузили связку sky 1 мейдж плюс зевс то есть там вешаешь саленс и бурстишь да а тут покруче тут ты даешь воронка который имеет приличный радиус причем у него куда он четыре секунды и опять же дико замедляет милишник что приятно и здесь это вот та игра где пара еще лучше даже не кидать свой ультимейт издалека просто воронка дает больше как не парадоксально но да хотя ультимейт тоже потом нормально даст седого подцепили его избивают да тут не выпускают стана седуху space created говорит седой и ждет 45 секунд в таверне я кстати вот могу сказать что поймена по этой причине лила купил pt понимаешь и нужно идти в замес ну не все сейчас аганим будет очень скоро уже будет аганим такими темпами и скоро уже будет радианс на спектре и осталось дофер дофармить вот этот кемп собственно говоря надо фармит нет нет не хватит он же 1300 стоит радианс состилил крепали не страшно буквально еще один стак оцени какая макро игра ребята вообще не выходят вот с этой позиции опасно не желает бел они знают эту черту ну разве что год ее перешел а остальные вот но опять же спектра ультит с радиансом дает понять сопернику как все плохо о я шейкер да там шейкер дофармливал свой blink вот оно в чем дело и одна месть шейкера вообще не фармил блин в этой игре вот ты просто смотришь на этих героев ты понимаешь что зев с ультой и спектра с радиансом они тебя не отпустят там сам полезнее то самое оптимальное по моему начинать фармить брасера купить себе накидку и превращаться в китайского шейкера потому что ну такие игры уже были и не один раз я честно говоря не помню своей памяти когда шейкер против такого мог бы утонуть хоть раз если он кого-то ультонет я думаю это будет спектра которая на него прыгнет а вот если ты берешь себе на шейкере какой-нибудь пт на силу там три брасера берешь еще накидку но так так я без шуток так собирались даже но многих турнирах вот китайские шейкеры то спектра прилетает и он еще и может рассказать это без шуток на пт на силой сборка от шейкера но просто в жир транквилла и это им и могут даже blacking bar зашел честно на ультспектры прожимал blacking bar и спокойно выходил ультовал седой опасные позиции не знают где враги видят на верхней линии рискинга видят лину ну и в общем-то драться никто не идет но asus очень быстро перетянутся спектра одной кнопкой парочку телепортов пока что operation закидывает свои ульты ему остается буквально 850 монет до аганима то очень мало по такой игре и должен это все дофармить ну и продолжают сплитить asus у нас уже вторую игру 14 14 счет видим что от преимущества в 5000 но в общем то оно так и осталось преимущество в 5000 но это до 25 минуты для тех артефактов которые есть уже довольно таки мало что по бака башкам рискинг пока не вообще не париться акс только купил ну акса можно понять ему нужно улетать во все это а в рискинга у него дело простое ты заходишь и там кого-то ковыряешь если пленка сусом зевс что-то делает не решается в итоге просветить выход видят акса в инвизия таким образом пока б пол хп потерял бьется свинга один на один влетает спектра минус винга пошел разгон на лину лина поднимает себя в воздух спектра перетянулась начинает биться с аксом тем временем лина получает грейф у дзевса и акс умирает от спектра и дизалей чистый урон слишком жестко пробивает рискинг тем временем умирает резается ну и размен пока что два в один в пользу команды пау рейнджерс но асусы не расстроены у них выжило три героя которые делают им игру это пара еще на спектра и зевс это самое главное да на самом деле очень прикольно смотрится опасно или там получается там бежит ли на улида на есть молоток и на дротик и нету нтп out до ушел в такой ситуации акс со своим армором ничего не может спектр вообще сделать машине дизалейт пробивает сверху по этому армору и еще и зевс кастует постоянно с другой стороны если просто падет падает какая-то подкрепа то все будет и вот таким баром перри могу драться я чувствую сейчас по опыту по образу и подобия и подобию акса у нас blacking bar будет собирать себе уже дитяра потому что у нее приличное количество дпс вот ну разве что сначала он жал не закончить и след за этим линия потому что ли на давленом же есть все есть и учим цеплять огонь и чтобы дамажить и рашан не появился без уха так а джеймс насчет джеймса интересно насчет джеймса еще ничего не не ясно вот он мог наблюдать как акс сейчас раздавал и вот я думаю он все-таки одумается и будет делать блинг даггер это прохлад это очень прохладная история джеймс разве что в смоке с какой-то точки зрения ты прав он не сделает себе блин даггер сейчас но я где вообще он фармит нормальной ситуации он хотел добить ему оставалось чуть-чуть но в итоге получилось так что опять он скатывается по фарму да и это конечно не нормальная история совершенно но так было я просто вот варды смотри варды и пэр где они стоят вот тут варк никого не видно тут варк никого не видно джеймс идет вот вот сюда и там и за три шага до пазы противника operation агоним а спектра пока не торопится спектра пакуется на хп пока что никаких диффузов мы не видим да на самом деле здесь уже не особо нужно пока они конечно приятные будут дополнение где-то в лейте но в общем-то живут пока у них все хорошо ну да просто если рискинг в один момент купится blacking bar то дефуза они не будут горнить ману следовательно просить не для себя сделать тарас очку там баттерфляй вот такие артефакты седой нажал и еще пока бы нажал кто седой перед смертью от срывается пошел армор пытаются зацепить зевс без мобильности вообще играет это конечно страшные вещи поднимают вингу и и видели на варде и фнг забирают минус 2 да ну вот это здесь переагрессировали asus в очередной раз хотя опять же у них ключевые герои по-прежнему живы но blacking bar то есть один основной момент то что баратром не сможет циницировать на лину то есть ты бежишь на 1 она тебя видит спокойно поднимают дает тебе станчик если не попадает от и не носила бы хотели то есть типа свопаешь и она ничего не успевать полинга маленького она только 9 из 1 и еще рано свопать ульта саганимов как больно-то и ульта спектры все бежать просто валит бедный дазл бедный дазл он пытается жить но ничего не выйдет здесь дружище спектра перетягивается дазл умирает от ульта operation а просто не заходя наруж посмотри вообще на их это посмотри на хп шейкеры просто дали два ульта и дитяра отхиливается и то умирает первый раз позиции акс врывается в бкб зерс прокастовывается по рейскингу седой танкует летит ультимейта operation а не попадает ни по кому но не важно на самом деле это минус 1 и это минус 2 глобальная стратегия жесточайшая просто два героя убивает всю команду покажите мне рекап я хочу видеть сколько урона вписали зевс operation и спектра уже 2 это уже 2 да и он не такой конечно сочный как 1 но было очень много я я видел я просто увидел эти два ульта я смотрю на дазла шейкера или на у них у всех троих там постов но по 100 хп осталось и танки которые вроде бы и танки это аксы и рискинг они убегали красные причем ты можешь задоджить ульта парейшн а ты можешь каким-то образом задоджить ульт зевса но ты не задоджишь спектру она все равно будет за тобой бежать можно можно задоджить смоком ну радианс то будет же все равно а если она переместиться ко всему прочему а то я не помню то есть я про знаю что можно задоджить ульта смоком радианс до радианс то подстава самая настоящая подстава важные вот такой момент нужны хиксы то есть вот как бы это будет все затягивается то есть спектра там будет дальше покупать какие-нибудь butterfly иллюзии будут бить все больнее у зевса в один момент будет рефреша кстати у него уже 20 зарядов блудстоуна близится ближе сюда каким временем сейчас повтор по дубль 2 дубль 2 есть ультимейты я вообще стоял где-то очень и очень далеко разбежались но как же больно в итоге дазл дает себе крест сайна или живые позже спектру атака атакуют ультимейт лины куда он вошел неужели он вошел вью судя по всему да минус дазл минус лина выбили ультимейт выбили аегис врывается акс аксу тоже очень плохо blade mail ничего не помогает что делать я же акс я же танкую но ни черта подобного говорит год шейкер врывается минус спектра минус дитяра и минус джеймс минус 5 в размен на спектру которую в принципе ну достойный размен 23 зарядов блудстоуни года и я так чувствую сейчас докупит себе какой-нибудь что он докупил он купил blink и все думал что у него побольше золото да вот такой вот у нас дубль 2 получился рошан на этот раз мертв но какими силами вообще его забрали как-то вот я не знаю очень на одни и те же грабли что и наступают пр дважды но я сказать я думаю это просто было ребята они сейчас кулдауны ультов давайте шейкер вашего каста да у шейкера нет прокаста но кулдауны маленькие ульта спектр это культа спектр 120 секунд да но вот у зевса всего 90 что драки долги она успевает откуда внеса и асус и polar прекрасно понимали что ребята будут халявить дую спектрят катилась ульта там у всех вообще еще аппарейшн стоял думал кидать ему не кидать долгое время фнг опять фармит себе владимир порой живой тут новая жир его коллет и седой умер нормально нормально седой здесь танкует зачем чешир разрубает крипа идет теперь кулдаун на ультимейт не совсем понятное решение обычно так с агонимом делают ну что там кулдаун смешной но в общем то ладно не думаю что это сильно порешает спектра собирает себе такую боевую сборку то есть не хочет она там никого диффузить просто манту потом какую-то разку бабочка может быть соберет ну он продолжает манта вообще на этом герой топать то есть когда заходит дело в летгейн да во первых у тебя люди бьют и у каждой иллюзии помимо диспершн и есть еще и пассивочка дизала и то есть ты находишь любого героя 1 вот например того же шейкера который зафармился все-таки бег и делаешь три иллюзии каждый иллюзии носят 65 чистого урона то есть получается 195 это 195 чистого урона идет только с иллюзии ну то есть вот диспершн а это почти рапира но если не учитывать да вот там вот армора то есть это считает чистая рапира у нее вот она и не учитывает арморы вот да и тут то что это дэмэдж рапира и при этом она становится дико мобильный с яшей бегает очень быстро а учитывая что тут три милишники она будет их катить вот так вот ночью кинул под рейс кинга и можешь бежать рейс кинг стоит и пытается шевелить своими ногами сейчас шевелит в виде опасно так дубль 3 это про такой си дубль просто показали где находится в противнике до окса из blacking bar и стопа вот но я пока я пока б на всякий случай нажал да так а все равно пробивает беспорядка хоть хотя бы не знаю кто-то просто сбежал да тут или сразу не убежал да в итоге тяжело потому что непонятно кто за кем бежит это спектра ультует ну вообще всем наверно это пауда можно было хотя здесь уже по моему asus и зашли в тот самый вот game из которого их не выбить они сидят очень прочно и опять вот что делать напоминает прошлую игру вот эта концовка что мы годы с блатстоун и в такой момент как вот там чатики ребята писали что делать это сидеть плакать и молиться возможно бог над тобой лежали в нг вот это вард нормально но завар жалится да тогда зло надо быть аккуратно главный вообще в этой игре на должны он просто уже убегает к фонтану всякий случай на самом деле же аспектр и нет и он уже держит кнопку от нагреве mtp ульте вса о вова чуть 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 зевс если бы здесь чуть попозже дал то там могло дотекать но да тут все хорошо для эфира заканчивается но вообще конечно это полная неудача когда ты играешь вот так вот ты даже никуда не выходишь но тебе все равно дают два ультимейта и с радиуса такого что никак это вообще но закон 3 в общем как выиграть могут прн во первых они начинают гангать двигать по одному может быть получится вот только что потратил свой blink да и ушел защитную позицию интересно сейчас могут очень интересно о ей поднимают нет вот это по таймингу сделали да фаст т.п. экспресс метод от года да нормально и побежал дальше ну а чё стриг не слил это главное и принципе у него столько зарядов что он второй раз ресницы тоже моментально если себя заданная или если его убил это жесть ну хорошо сыграл на самом деле у него стрик там бешеный не знаю какой правда но судя по тому что он начали видел жестко там три или четыре смерти возможно у него даже beyond good like а это самый большой стриг в доте так вот сейчас я пока думаю как пары могут выиграть это непростая задача представляешь если ты вот так думаешь и не особо видишь решение то каково им когда они видят только половину до сложновато ну вообще во первых все нужны хп вот этот шейкер и короче джеймс не не отпускаешь с его блинком да нет 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 я просто думал шейкер дазл всем нужно просто смотри сейчас минус шейкер кабум минус 1 так тогда зал уже в панике куда летит ульта парочка никому непонятно но куда-то ультой а седой решил взять жесткую штуку когда ты пробегаешь на спирит брейкере в шаду блэйде он не сбивается и ты просто бежишь лил лил целится ультой но нет в общем ты просто бежишь и соперник не понимать что происходит потому что все герои разлетаются в сторону с каким-то непонятным звуком оказывается это спирит брейкер в шаду блэйде это еще более сильный лайт и гем тут никто не хочет брать в скинги и x и ясен пень у них большое количество артефактов а дазл шейкерами думаю вообще ничего не возьмут в этой игре нападение на чеширо 1 больно седой до конца нет нет что будет делать или спектра азерс рефрешер себе не просто забили да просто забили на чеширо понимают что не стоит рисковать летит ульта опарейшена ее не видно я не видно но она слишком рано летит на вот сейчас уже заметно стало в итоге уходит зевс рефрешер через 23 секунды у него появится два ультимейта можно будет делать еще больше фрагов а 640 я считаю 640 тысяч 280 у шейкера 1157 хп и он делает самый полезный артефакт это форстав мой будет конечно и ул но я думаю это форста будет и он смотрел тотем в расчете на то что сейчас кого-то он здесь зажарит видит года кстати говоря о пассивка разбивает лицо по моему год это понял поэтому заблинкивается в лес да 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 мышки решили поиграть год действительно что-то понял в этой ситуации в итоге шейкер уходит снизу разгон на акса в итоге переключаются на дазла ультимейту ульт спик 3 сбивает блин к аксу акс ловит ультимейт спирит брейкера сбивают на уфиру т.п. ой-ой-ой как седому больно минус седой и сейчас настает время года бам-бам год убивает только лишь шейкера потому что лина была в бкб лина забирает венгу тем временем у нас спиктра забрала рейс кинга первый раз но второй раз это уже слишком опасно и год перетянулся ну бкбшки бкбшки дали свой профит в итоге 2 в 2 получился размен хотя конечно спектрами с на 6200 урона ну тут уже спектра начинает вырываться потому что с ультимейт она побольше наносят даже без рефрешера чисто из-за своего урона неприятного а она тоже делает рефрешер замечательно какой обуз от асусов просто обуз на этот обуз будет длиться недолго все выходят свои артефакты у лины есть блэкинг-бар у рискинга тоже есть блэкинг-бар и такой наш такой свеженький десять секунд и ребята потихонечку понимают как можно законтрить асусов ну понимаешь это они будут езжать эти блэкинг-бары не в драках а просто вот в таких вот попадает ульта парейшена зевс дает там два ульта ульт дает спектра все акс вынужден жать бкб просто на ровном месте и пэром нужно каким-то образом выходить ну я не знаю в давление кого-то искать там того же зевса вот они разок вышли нашли зевса он задонавался с блатство им по-моему в этой игре заказан только в пятером бегать причем желательно своих вардах и току земли есть или по центрями шейкер идет но он не знает что спирит брекер почему-то отменил разгон а здесь лена да здесь ли на нету двух ультимейтов зевса поэтому решил не рисковать вот дальше если не считать связки то у пера все еще нормально у них 7500 голды 7500 xp ребята борются но отставание да не такое большое просто проблема здесь что техника бесконтактного боя с ней очень неприятно играть лина не успевает среагировать поднять спирит брейкера в юл в итоге попадает под рассказ дает ультимейт ульта парейшена по троим ведь подтягивается спектра шейкер умирается своего же прокаста блинк великолепным образом окупился ульдивса собирают еще и лину и спектра 1 в 3 но что-то не хочет этого делать возвращается сюда седой есть ульту рейс кинга вызывает манту крест зевс тем временем сверху наваливает смысл какой позиции год с холмика настреливает да и конечно великолепно у него это получается его не зацепить подтягивается аппарейшен с не кроме но да здесь уже можно было и не под это я считаю что это просто гуд гейм потому что ребята показали класс то есть мало того что они сделали шикарно атаку ты видишь как они катят этого рейс кинга вот он бегает даже несмотря на то что не у blink просто спектра кидает замедлением направляет две иллюзии воронка аппарата и все он вообще никого не может ударить он просто бегает а в это время зевс у нас стоит и нарезают по всем все сообщи в шикарной позиции на этом холмике между деревьями да и внес на самом деле все равно урона в разы меньше чем спектра а сейчас спектра еще будет с фрешером я чувствую год сейчас запалят джеймса можно гэш чеку разок дать возможно кстати но что в прошлом за месяц джеймс дал ультимейт в одну спектру и там больше никого не было и она не вообще не получил урона по-моему больше дисперсии раздала ну я понимаю что ты был полностью прав вообще на сэс сто процентов потому что когда в тебя в самого заходят и уже наплевать если у тебя blink и фрустав это бесполезные и темы а если у тебя реально какие-нибудь и там и на хп это пополезнее спирит брейки разгон на лину член к тач ли на нападение на венгу это была большая ошибка от роджера зевс дает ультимейт 23 заряда опять у него 3500 сверху есть еще 2 это на всякий случай спектра ультует кого-нибудь есть а джеймс умирает и 2 ультспектры пошел 2 ультспектры продолжается драка летит на фонтан ноу фир зацепили дитя радить ара падает первый раз ноу фир на фонтане отхиливается неплохо сурны blacking bar но спирит брейкер башет сквозь грейв неплохо еще пять секунд вписывается зевс в драку зевса пытаются убить полной год уворачивается ноу фир заходит на фонтан его все оставляют год beyond good like уже в десятый раз подряд по моему да это жесть они выиграли драку еще до того как она началась просто своими двумя ультимейтами good game пишут игроки power rangers что 20 лютейшая стратегия вот стратегия что не говори да спектр она прошла с пиком и вот будет а после 20 25 минуте ребята действительно мастер-класс показали дам шикарная шикарная игра от asus of но вот как всегда фирменные сборки отлило в конце игры я могу сказать что в этот момент я не могу это не не упомянуть в этот момент снег просто смотрит и понимает что все не так уж и плохо что пока снег я думаю денег заработал на трансфер все очень хорошо да asus и рвут ну ради справедливости скажем что пэр вот в данном составе это не самый сильный оппонент потому что состав можно сказать не полный не сыгранный но победа очень уверенно и очень красивая что самое главное от asus of ну что ж нас сегодня далеко еще не все у нас сегодня есть